Смертная казнь Столько ли человек действительно должны быть казнены при том подходе, как это сейчас практикуется? Я думаю, даже если намерения губернатора Райана были в том, чтобы сохранить его политическое положение, и поэтому он наложил мораторий на смертную казнь, я думаю, что основная тема, которую он оспаривал, правильно. Дело в том, что когда так много ошибок, и когда доказано, что это были действительно ошибки судебные, мы не должны осуждать кого-то еще, и, конечно же, не должны предавать казни до тех пор, пока у нас не будет лучшей системы. Система, которой будем, скажем, без тени сомнений признавать, этот человек действительно виновен. И я думаю, что в настоящее время в американском законе нет такой уверенности. Я думаю, что в настоящее время человек может быть осужден в деле с частично косвенными доказательствами. И я не отношусь к тем людям, которые могут сказать, знаете, даже в тех делах, которые содержат только косвенные улики, нет свидетелей, которые видели бы человека, совершающего преступление. Но есть другие факты, которые, казалось бы, указывают на убийство и говорят, что этот человек является исполнителем этого преступления. Я думаю, что если возможно толковать все эти сведения по-другому, тогда у меня будет масса сомнений в осуждении этого человека, даже если косвенные основания очень убедительны. И теперь такой вопрос. Надеюсь ли я, что мои предположения и мои идеи по поводу того, как реформировать систему, будут осуществлены в американском законе? Нет. У меня нет доступа к конгрессменам или к сенаторам, чтобы добиться этого. Хотя, если я узнаю, что будут проводиться существенные реформы системы, и если нам скажут новые правила, но прочитав эти правила, мы увидим, что эти правила совершенно несправедливы, может быть, они будут не лучше, чем сегодняшние, тогда я считаю, что был бы вынужден написать конгрессменам и сенаторам о том, что я одобряю факт, что они пытаются изменить систему, но это не тот ответ, который они предлагают. Хорошо. Какие есть другие комментарии или вопросы? Хорошо. Есть еще один пункт, о котором я хотел бы поделиться в течение нескольких минут. И я думаю, это заставит вас задуматься, и вы оцените то, что я с вами поделился этим. За те годы, которые прошли после написания главы о смертной казни, мое мышление вышло за рамки того, что написано там. И вопрос, который я хочу сейчас вам задать, относится к справедливости, милосердию и смертной казни. О том, как они соотносятся. Вспомните, когда вы читали текст, ведь были же люди, выступающие против смертной казни, люди, которые говорили. Посмотрите, даже Бог не наказывал каждого убийцу. Подумайте о Каине, о царе Давиде, о Моисее. Моисеи, ведь это люди, которые совершили преднамеренное убийство. И вы знаете, например, Давид и Моисей. Моисей жил перед написанием закона Моисеева, но Давид, конечно, жил по закону Моисея. И, по крайней мере, во времена Моисея, кажется, указания Бытия 9 глава были в силе. И все же Бог не потребовал, чтобы эти люди были преданы смерти. Он проявил к ним милость. Появляется аргумент. Если Бог являет милость, то мы обязаны поступать так же. Мы не должны казнить людей. Вы помните, как я на это ответил и предложил, что если Бог во главе этого, если Он являет милость и благодать, тогда правильно поступать так. И если в любом деле сегодня Он скажет нам, что мы должны проявить милосердие приговоренному преступнику и не казнить его, то, я думаю, мы будем обязаны не предавать казни этого человека. Но, не имея такого повеления от Бога, но зная библейское учение о смертной казни, нам, кажется, не остается другого выбора, кроме как применять смертную казнь. И это то, к чему я пришел тогда и о чем я написал в книге. И я не буду делиться с вами историей происхождения этого мнения. Просто позвольте рассказать, что я думаю теперь. Мое мнение относится к милосердию и связано с отношением милости к справедливости. Послушайте внимательно, потому что это важно не только в том вопросе, но и во многих других богословских вопросах. Многие люди считают, что противоположностью несправедливости является милосердие. И когда им не было проявлено милосердие, как другим, они считают, что Бог или система или что-то еще были несправедливы к ним. И когда с ними случается какое-то горе или еще что-нибудь, они говорят, Бог – это нечестно. Противоположностью несправедливости является не милосердие, а справедливость. Милосердие – это абсолютно другое понятие. Справедливость – это совсем другое. Справедливость воздает вам то, что вы заслужили, то, что вы заработали, то, что вам задолжали, то, чего вы удостоились. Милосердие просто определяет, дает незаслуженную благосклонность. Вы получаете что-то хорошее, чего не заслужили. Милосердие зависит не от того, что сделали вы, но от человека, стоящего во главе. Есть библейский текст, который является прекрасной иллюстрацией. Это одна из притч Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 20 глава. Вы могли много раз читать и удивляться. О, любопытное учение! Я не знаю, на что именно указывает здесь Господь, можете вы подумать. Я думаю, что это очень влиятельный текст. Я думаю, что часто мы упускаем это, потому что так сильно увлекаемся размышлениями о том, что нечестно, что справедливо, что нет. Например, мы думаем, я этого не заслужил, почему же мне так досталось? На самом деле, в Евангелие от Матфея, 20 главе, стихи из 1 по 16, это притча о хозяине землевладения, работниках и винограднике. Помните эту притчу? Иисус говорит, что Царство Небесное подобно этому. Другими словами, вот как дела идут в Моем Царстве. И потом Он рассказывает историю. Жил-был хозяин, у которого был виноградник, и он хотел нанять работников, чтобы они работали в винограднике. Он вышел рано утром, нашел людей и сказал им, «Если вы пойдете и будете работать в Моем винограднике целый день, то я заплачу вам один динарий». И евреи разделяли часы в дне так, что день состоял из 12 часов, начиная с 6 часов утра и до 6 часов вечера. И далее нам говорится, что хозяин вышел около третьего часа, то есть в 9 часов утра, и нанял еще людей, договорился с ними о том же. И потом Он вышел в другое время, и в последний раз вышел Он примерно в 4.30, в 5 часов, то есть примерно за час до окончания работы. Итак, рабочий день окончен, и далее Иисус говорит, что господин виноградника призвал своего управителя, сказав, «Приведи работников и отдай им плату». И сказал Он, заплати сначала людям, нанятым последними, а потом заплати людям, нанятым первыми. И, конечно же, как вы видите, важно, чтобы плата была отдана именно в такой последовательности, для того, чтобы показать то, что показывает здесь Иисус. И оказывается, что заработок людей, которые были наняты примерно в 5 часов, и плата у них была такая же, как и у всех остальных. Все получили по динарию. Потом подошли люди, нанятые в 3 часа, и им дали по динарию. Можете себе представить, люди, работавшие с утра, смотрят на них и думают, «Ха, эти ребята работали только около часа, и они получили по динарию». Когда очередь дойдет до нас, Он даст нам намного больше. Управитель раздает плату и подходит к тем, кто был нанят рано утром, и дает им по динарию. И Слово Божие говорит. Посмотрите, как они отреагировали. Они начали жаловаться. Они сказали, «Это нечестно. Кто-то получил больше меня, и это нечестно. Как ты можешь давать им столько же денег, как и нам, когда именно мы сделали всю тяжелую работу? Мы, перенесшие тяжесть, дня, и мы получили не больше тех, кто работал и даже не вспотел, так сказать? И помните, что ответил им Иисус? Иисус сказал, «Послушай, друг, я не обижаю тебя. Я плачу тебе так, как мы договаривались». И если вы вернетесь и посмотрите, что говорит притча, интересно, что только те, которые были наняты рано утром, и затем другая группа людей, с которыми, как говорит Иисус, хозяин виноградника заключает особую сделку, говоря им, «Столько я буду платить вам». А многим в других группах Он не сказал, сколько будет платить, Он сказал, «Приходите, работайте, а мы поступим по-честному. Мы правильно с вами поступим». Итак, Иисус говорит, «Мы заключили сделку. Вы работаете целый день, я даю вам по динарию. Вы исполняете свои обязанности, я свои. Как я тебя обидел». И вот это справедливость. Вы зарабатываете что-то, и вам платят. Но потом Иисус говорит, что хозяин говорит, «Если я хочу быть щедрым по отношению к другим, в чем здесь проблема? Разве у меня нет права поступить так со своими деньгами, проявить милосердие к людям? Чьи это деньги? Кому принадлежит милосердие? В чем здесь смысл? Смысл здесь тогда в том, что каждый из нас по отношению к другим людям поступает так, как Господь говорит, будет поступать в Царстве Небесном. И самое меньшее, что от нас ожидается, это чтобы мы обращались честно с людьми. Но если мы решаем пойти дальше справедливости и проявить милосердие, то кто может пожаловаться? Если мы ответственны за плату, и это наши деньги, и мы хотим быть щедрыми, тогда, как говорит хозяин, или глаз твой, завистлив от того, завидуешь ли ты этим людям за то, что они получили намного больше тебя? Я поступил честно с тобою. Что хочет показать здесь Иисус? Иисус говорит, что в Царстве Небесном не со всеми поступают по справедливости. Если с людьми поступают несправедливо, но по милости, то это нормально. Это нормально, если поступают справедливо, но это еще лучше, если идут дальше, проявляют милосердие. Милосердие и справедливость – это две разные вещи. Милость не зарабатывают, милость не заслуживают, милости не удостаиваются. Вот что значит незаслуженная благосклонность – милость. И Бог говорит, «Если я хочу быть щедрым к определенным людям, а с вами я не поступил несправедливо, я сделал так, как мы договаривались, то что я делаю неправильно по отношению к тем другим или к вам? В чем здесь ошибка?» Вы скажете, это очень интересное резюме этой притчи. И как она может относиться к смертной казни? Она относится к смертной казни так. Правительство и общество должны обращаться с людьми справедливо. И я думаю, это и требуется от них. Несправедливость неприемлема. И это в том случае, когда вы рассматриваете дела о преступлениях, которые наказываются смертной казнью, и также и в других делах. Справедливость должна быть тем минимумом, который от вас ожидается. Но, предположим, правительство решило пойти дальше справедливости и решило проявить милосердие. Тогда должны ли остальные возразить, сказав, «Этот парень заслуживает смертной казни, а вы заменяете ее пожизненным заключением?» Это несправедливо. Да, это несправедливо. Но это и нечестно тоже. Это милосердно. И если Бог хочет явить милость одним, но не другим, то те, кому не было явлено милосердие, не имеют права говорить, «Со мной поступили нечестно». Потому что, помните, что противоположность несправедливости – это не милость, а справедливость. Милость – это совершенно другое. Вместо того, чтобы говорить то, что я написал в книге, что смертная казнь не просто допустима, но если вы поступаете по справедливости, она больше, чем допустима, она обязательно, я бы добавил, если не возникнет желания проявить милосердие, это применяется. А с чьей стороны может быть такое желание? Вы можете сказать «со стороны Бога». И мы возвращаемся опять к написанному в главе, где говорится «Да, Бог явил благодать Каину, Давиду и Моисею. И если Бог хочет проявить милость к любому осужденному убийце в настоящее время, да, Он может это сделать так. Я просто не вижу, что Он открывает это нам сейчас». Даже если так, как вы продвинули свое мышление за пределы того, о чем говорится в главе? Насколько я понимаю, Бог действительно наделил правительство правом применять справедливость. И если Бог действительно дал нам право, это означает, что Он поставил правителей ответственными в этой сфере. «Если они хотят пойти дальше справедливости и проявить милосердие, тогда у меня нет исключительного права встать, начать жаловаться и возражать. Однако осторожно высказывайтесь по поводу того, чего это не означает. Это не означает того, что в любом деле о преступлении, которое наказывается смертной казнью, мы должны идти к губернатору, напомнить Ему и требовать милосердия». То есть, Он заслужил милосердие, вы должны проявить милость. Милость никому не обязана, потому она и милость. Если кому-то что-то должны, то это уже относится к справедливости. Поэтому, если власти захотят проявить милосердие, у нас нет права говорить, «Вы поступили неправильно». Честно сказать, вы должны казнить этого человека. Вы несправедливо отнеслись к милосердию. Вы сделали неправильно. Нет. Если человек ответственный из-за исполнения системы, и Бог поручил эту работу начальствующим, я считаю, если они захотят пойти дальше справедливости и проявить милосердие, то у нас нет возможности возражать против этого. Тем более у нас нет права сказать, «Боже, Ты освободил брата или сестру от такого-то горя, а мне нужно с ним справляться, с этим горем, и это нечестно». Это нечестно. Но это не нечестно. Это милосердно. Если бы всем нам воздавали то, что мы заслуживаем, у нас были бы постоянные проблемы. Если кто из нас избежал наказания, сложностей, то это просто знак Божьей милости. То есть, если кто-то получит благодать, а я нет, у меня нет права требовать у Бога, чтобы Бог дал мне благодать, потому что милость вы не зарабатываете, и никто вам ее не должен. Поэтому нет оснований на то, чтобы требовать милость. И это означает, что если правитель проявляет кому-то милосердие, то я не могу возражать против этого. И также я не могу протестовать и требовать того, чтобы правитель оказал милость кому-либо еще. Потому что сказать, что вы должны проявить к человеку милосердие, значит сказать, что вы ему должны милосердие. По каким бы то ни было причинам, вы задолжали Ему милость. Нет, нет и нет. Сказать, что вы должны милость, значит превратить милость в справедливость. Какое это имеет практическое значение? Это означает, я считаю, что Писание учит о смертной казни. Я хотел бы, чтобы оно было исправлено, чтобы наше отношение было бы определенным, когда мы осуждаем кого-то, когда мы казним кого-то, чтобы мы были правы намного чаще, чем мы сейчас. Но если государственный чиновник проявляет милосердие к человеку, то это не мое дело лишать этого человека той милости, которую к нему проявили. Но если чиновник решает применить справедливость и казнить человека, то у меня нет права сказать, вы нечестно поступили, потому что вы проявили милосердие одному заключенному, а другому нет. Нет, нет и нет. Это проявление милости по заслугам, применение ее как справедливости. Такая же жалоба была и у работников, нанятых рано утром по отношению к тем, кто был нанят позже. С ними лучше обошлись. Возможно, и в реальной жизни с кем-то лучше обошлись, чем со мной. И это нам кажется нечестным. Нет, это не честно, но это и не не честно. Это проявление милости. Совсем другое. Поэтому теперь я чувствую себя более спокойным, чем 5-7 лет тому назад, если судья заменит кому-то смертную казнь на пожизненное заключение. Я думаю, что в большинстве случаев люди на правительственных постах не планируют проявлять милосердие. Они по долгу службы будут стараться применять справедливость, и это тоже хорошо. А пока, вот что касается меня, мы уверены в том, что то, что мы делаем, справедливо, и что вот этот человек действительно виновен, и это наказание действительно подходящее наказание. И я думаю, что причина, почему с нами будут спорить кто-то, это в том, что мы можем сказать, что смертная казнь – это есть справедливое наказание. Потому что Бог сказал таким наказанием, вы наказываете вот за такое-то преступление. Я думаю, становится намного сложнее выяснить справедливые наказания за другие преступления, о которых Бог нам ничего не говорил. Веря в то, что Бог справедлив, я не думаю, что Он ошибется и даст наказание, которое несправедливо. Но у нас нет ясного понимания, какое конкретно должно быть наказание за каждый проступок. Но все же, тем не менее, я думаю, что у нас есть понимание в этом вопросе в целом. Это мое мнение. О благодати в связи с той темой, с которой мы начали. Интересно рассмотреть ваше мнение о спасении в отношении к пониманию этой темы с армянианской точки зрения. Это любопытно, когда обвиняют несправедливости. Например, если вы не кальвинист, то, очевидно, Бог, который помогает одним и проходит мимо других, это скорее несправедливый Бог. Мне кажется, что Павел в Римлянам 9 пишет «Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Короче, это не о милосердии, а скорее о том, кто проявляет милосердие. Здесь говорится о Боге. Бог оказывает милость. Они говорят «Слушай, это несправедливо». Хорошо. Одна из причин, если вы хотите честности, это если Бог будет воздавать нам по справедливости, то никто не спасется. Точно. Тот факт, что человек спасется, не относится к справедливости. Это все Божья благодать. Это то, о чем говорит Римлянам 9 глава. И то, о чем вообще учит все Писание. И вот какой важный пункт я пытаюсь вывести здесь. Я думаю, что слишком часто на практике, не тогда, когда мы спрашиваем, можете ли вы определить милосердие или можете ли вы определить справедливость, но на практике мы считаем, что нам должны дать, согласно правилам справедливости, что-то лучшее. Либо потому, что мы не видим, что мы заслужили полученное. Например, не можем вспомнить какой-нибудь большой грех, который мы сделали. Или потому, что такой-то брат не должен нести такое наказание. А, тогда почему я должен? Я не желаю ему сталкиваться с тем, с чем мне приходится сталкиваться. Но часто мы рассуждаем так. Если кто-то спасается, почему бы нам всем не спастись? Просто потому, что никто из нас не заслужил спасения. Но потому, что Бог благосклонен к некоторым из нас. И так как Бог наделил начальствующих правом применения смертной казни, если люди, как чиновники, решат проявить милосердие, то я не должен вздыхать и сожалеть, что по отношению к этим людям было проявлено милосердие. Теперь, если губернатор, президент или кто-то еще мотивируется личными политическими выгодами и проявляют милосердие, Бог знает это. Бог разберется с этим в соответствии с их мотивами. Я не знаю, какие у человека истинные мотивы. Я просто смотрю на то, что происходит, когда проявляют милосердие. Я думаю, что не должен лишать людей проявленного к ним милосердия, потому что я получаю разного рода милосердия, которые другие люди не имеют. Я не думаю, что будет подходящим для людей, не получивших такой благодати, как я, жаловаться, что Бог несправедлив к ним, потому что у них не было того хорошего, что было в моей жизни. И также у нас нет права жаловаться на кого-то еще, что им явлена благодать. Субтитры создавал DimaTorzok